Кабинет министров Чувашии сегодня рассмотрел ряд законопроектов. Изменения внесены в соответствие с требованиями федерального законодательства. Работа так называемых разливаек нарушает общественный порядок. Шум от работы вечерних заведений, расположенных в жилых домах, мешает жителям отдыхать. Жалобы на нарушения регулярно поступали во все ведомства. Минэкономразвитие подготовила проект закона, который запрещает продажу алкогольной продукции в помещениях площадью менее 50 квадратных метров. Кроме того, будет исключена возможность ночной торговли, когда в зале выставляются микроволновые печи и объект превращается в кафе, что позволяет продавать алкоголь круглосуточно, без специального разрешения. В рамках приведенного нами анализа по данным органов местного самоуправления 83 объекта общественного питания сейчас расположено в многоквартирных домах. Это в городах Аллатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары и Шумерли. Кабинет министров внес изменения в порядок реализации программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих на селе. Предполагается, что теперь можно предоставлять информацию с электронной трудовой книжки. Также утвержден порядок расторжения договоров. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2020 году по этой программе жилищные условия хотят улучшить 37 семей. В строй будет введено более 2000 квадратных метров жилья. Кроме того, увеличивается категория тех, кому полагается возмещение затрат на уплату процентов по сельской ипотеке. Льгота предоставляется работникам предприятий сельхозкой операции. На сегодня в республике льготный сельский ипотечный кредит получили 258 семей. Принято еще 375 заявок. Министры заслужили и государственный доклад о состоянии условий и охраны труда в Чувашской республике в 2019 году. Главный итог – положительная тенденция к снижению уровня производственного травматизма. Если смотреть по Приворскому федеральному округу, по данному указателю, республика в 2019 году разделяет третье и четвертое места Саратовской областью. А по уровню производственного травматизма со смертельным исходом, республика занимает второе место после Пензенской области. Хотя число пострадавших от несчастных случаев на производстве увеличилось, но меньше стало тяжелых последствий. Погибших тоже в два раза меньше. Ведомство в текущем году продолжит контроль за соблюдением законодательства об охране труда и будет активнее выявлять и оценивать профессиональные риски. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.